добрый день дорогие друзья сегодня мы рассмотрим с вами задание школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву среди седьмых и восьмых классов в этом году школьный этап включал себя несколько блоков традиционно разных форматов заданий мы рассмотрим из каждого блока некоторые из заданий для того чтобы во-первых увидеть что представляет собой общий вид и формат а во-вторых посмотреть на наиболее сложные задания в которых участники допускали наибольшее количество ошибок первый блок с которым мы сталкиваемся в материалах школьного этапа это задание тестового вида в которых школьникам необходимо было установить один или несколько правильных ответов начнем мы с третьего тестового задания по выбору формы государственного устройства традиционному ребяту которые участвуют в олимпиаде не только по праву но и по обществознанию возникают проблемы то что проблемы трудности при ответе на тестовые вопросы по формам государственного устройства поскольку данный вопрос является частой темой и спрашиваемый на школьных муниципальных этапах и разграничить между собой формы правления формы государственного устройства и политические режима как различные характеристики форма государства собственно к характеристикам форма государственного устройства у нас относятся характеристика федерации изложенная здесь и характеристика унитарная государства в качестве варианта ответа не было предложено характеристики республики монархи относятся к формам правления характеристика ратификация это вообще не характеристика государства это процесс который предполагает принятие международного договора в состав правовой системы российской федерации или какого-то другого государства в российской федерации процедуры ратификации происходит в порядке принятия федерального закона в зарубежных государствах процедура ратификации может происходить в ином виде но вот у нас так демократия собственно понятие относящиеся к политическому режиму среди форма государства авторитаризм да или как здесь описано авторитарность эта характеристика не демократического в том числе политического режима филиация способ приобретения гражданства и кооптация это также конституционно-правовый термин который не относится к форме государственного устройства вот такой вот список терминологии необходимо быть достаточно внимательны значит четвертый тестовый вопрос предлагает на выбор элемент состава преступления здесь мы видим два правильных ответа хотя субъект и объект преступления не являются исчерпывающими элементами состава преступления состав преступления также входят различные характеристики субъективной стороны и объективной стороны субъективная сторона как раз таки раскрывает то как субъект проявляет себя в преступлении объективная сторона описывает посягательство на объект преступления, какими характеристиками это посягательство чуть более точно обладало. Содержания преступления такого элемента состава нет. Почему сюда включен был такой вариант ответа? Потому что элементы состава правоотношения включают в себя субъект объекта содержания. И здесь участникам было необходимо разграничить такие элементы, как элементы состава правоотношения, правомерного правоотношения, и элементы состава преступления, как правонарушения. Но потерпевшие вообще к элементам не относятся, поскольку он является стороной уголовно-правового деяния, со стороны обвинения потерпевшей. Следующий тестовый вопрос, который мы бы хотели рассмотреть, это вопрос по эмансипации. Вообще, что представляет собой процедура эмансипации? Процедура эмансипации — это процедура, которая предполагает приобретение досрочной, полной дееспособности несовершеннолетним гражданинам до достижения им 18 лет. Для того, чтобы быть эмансипируемым, произвести эмансипацию в отношении гражданина, этот гражданин, ребенок, должен достичь 16 лет и при этом либо работать по трудовому договору, это именно тот правильный ответ, который необходимо было выбрать участникам, либо необходимо заниматься предпринимательской деятельностью, быть зарегистрированным в качестве предпринимателя в соответствующем налоговом органе. Если совершить административное преступление или правонарушение, не является это основанием для эмансипации, точно так же, как и получение основного общего образования. У нас большинство учащихся получают основное общее образование до достижения возраста 16 лет, иногда в возрасте 16 лет. И вступить в право на следование гражданин может в любом возрасте, вне зависимости от его дееспособности, в полном объеме она у него находится, или в ограниченном объеме, или ребенок, которому 3-4 года, 5 лет, не является дееспособным вовсе, он тоже может вступить в право на следование. Такого ограничения мы законодательно не видим. Следующий вопрос — это вопрос по правовым семьям. Правовые семьи являются одной из тем теорий права, которые предполагают знание учащимися политической географии с некоторой точки зрения, понимание того, как развивались европейские, азиатские, восточные и западные государства, как развивались правовые системы в этих государствах, как взаимодействовали между собой соседние юрисдикции, и каким образом право стало формироваться в тех или иных государствах. Правовые семьи среди наиболее популярных из них — это романно-германская правовая семья, англо-американская, она же иначе называется англосаксонская, и семья религиозного права. Но есть и множество различных других правовых кругов, потому что существуют разные доктринологи крупные, которые занимались развитием и изучением этого вопроса, как Рене Давид или Цвайгерт. Но поскольку много доктрин, как говорится, два юриста, три мнения, то же самое происходит и с доктринологами. Множество доктрин, множество подходов, как наименовать ту или иную правовую семью или правовой круг, как иногда их называют. И вот романно-германская правовая семья также называется континентальная правовая семья. То есть эти понятия являются друг по отношению к другу синонимичными. В то время, как семья общего права прецедентная, то есть англо-американская, религиозная, традиционная, для него сочная, это отдельные правовые семьи, которые не имеют корреляции, то есть они, наоборот, являются противопоставленными с романно-германской правовой семьей. Следующий, одиннадцатый тестовый вопрос будет последним среди тех, которые мы сегодня рассмотрим. И, в принципе, последним тестовым вопросом в блоке заданий тестовых участников седьмого и восьмого класса, поскольку всего тестовых вопросов было 11, за каждый из которых участники могли получить 2 балла. При этом 2 балла засчитывалось участникам только в том случае, когда они полностью давали верный ответ на вопрос. То есть, как вот в данном примере, в одиннадцатом вопросе, имело место 6 вариантов ответа, 4 из них являются верными, 2 балла участник получает только в том случае, если все 4 варианта ответа выбраны участником, нет ни лишнего варианта ответа, нет варианта ответа, который бы участник не выбрал. То есть, заведомо предполагается полностью правильный ответ. Так вот, что касается содержания одиннадцатого задания по выбору видов юридических лиц, которые существуют в России, к ним относятся артель, общество с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество, товарищество собственников недвижимости. Да, вот эти 4 организационно-правовые формы юридического лица прямо предусмотрены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Что касается артеля, то артель также поименован как производственный кооператив, муниципия не является видом юридического лица, это скорее термин корректный к использованию и обсуждению в рамках римского частного права. И товарищество с ограниченной ответственностью, это в принципе не существующая организационно-правовая форма юридического лица. Ну, такой нет и в зарубежных юридикциях даже таких, собственно, товариществ нет. Да, может быть товарищество полное, может быть товарищество командитное, может быть даже договор простого товарищества, если мы говорим не об организационно-правовых формах юридических лиц, а о, в принципе, юридических категориях различных. Но конкретно товарищ с ограниченной ответственностью не имеет места. Следующий вопрос, который был предложен участникам Олимпиады для решения, это рассмотрение изображения, на котором мы видим эмблему государственного органа, органа власти Российской Федерации. И это изображение, этот символ, эта эмблема в первую очередь похожа на государственный герб Российской Федерации. Мы видим этого золотого орла, у которого крылья подняты вверх, он является двуглавым, на каждой из его голов есть по короне. Эти две короны маленькие увенчаны одной общей большой короной, которая объединяет их лентой. Но отличительным знаком данного изображения является геральдический щит зеленого цвета, на котором мы видим столб закона. То есть щит символизирует защиту, а столпы закона это, как известно, различные нормы права, которые необходимы к защите по отношению ко всему тому, что им противостоит. Поэтому речь идет, безусловно, о генеральной прокуратуре, как государственном органе, который осуществляет надзор за законностью в Российской Федерации. Защиту закона, в первую очередь, и надзор за его исполнением. Именно это и являлось правильным ответом в данном виде задания. Следующий вид заданий предполагает необходимость установить истинность или ложность суждений. Участникам было предложено 10 различных суждений, 5 из которых были неверными. Я предлагаю рассмотреть те осуждения, которые не являются истинными, разобраться, что же с ними не так. Первое осуждение, которое является ложным, это, собственно, первое осуждение в задании о том, что Россия является теократическим государством. Ну, разумеется, Россия не является теократическим государством. В статье 14 Конституции Российской Федерации описано, что Россия является светским государством, что предполагает невозможность установления какой-либо законной или обязательной религии, равенства всех конфессий на территории Российской Федерации, в то время как теократическое государство. У нас существует в мире несколько теократических монархий, такие как Саудовская Аравия, Ватикан, Оман. Ну, собственно, про Ватикан здесь вопрос оспоримый, является ли Ватикан в действительности монархии, но с точки зрения теории государства является. Хотя об этом можно поспорить. Так вот, есть ряд теократических государств. Российская Федерация таковым теократическим государством не является, что установлено Конституцией. Следующее ложное суждение, это суждение номер 4, в котором видим следующий текст. Для внесения проекта федерального закона в Государственную Думу требуется инициатива не менее пяти депутатов. Это неверно. У нас есть, опять же, в Конституции Российской Федерации перечень субъектов, которые могут являться авторами законодательной инициативы. К ним относятся депутаты Государственной Думы, причем единолично. То есть каждый депутат может самостоятельно внести тот или иной проект федерального закона в Государственную Думу. Точно так же авторами законопроектов или не авторами, а просто лицами, которые осуществляют законодательную инициативу, могут быть сенаторы Совета Федерации, собственный Совет Федерации, как орган правительства Российской Федерации, Конституционный и Верховный суд в пределах своего ведения. То есть перечень этих субъектов достаточно широк. И пять депутатов — это абсолютно ни с чем не связанное условное число, которое не является верным в данном случае. Для приобретения гражданства России в порядке филиации требуется проживание на территории России не менее пяти лет. В действительности по общему правилу для приобретения гражданства России необходимо проживать на территории Российской Федерации пять лет, но данное законодательное правило действует для приобретения гражданства Российской Федерации в общем порядке. Такой общий порядок называется натурализацией. Филиация же способ приобретения гражданства по рождению у граждан РФ или же на территории Российской Федерации. Филиации как способ приобретения гражданства есть два подвида — по праву крови и по праву почвы, но для них не требуется проживание на территории Российской Федерации в какой-то период. Такой способ приобретения гражданства предполагает его получение гражданином Российской Федерации с самого рождения, ну или, по крайней мере, основание приобретения с самого рождения. И срок в таком случае проживания на территории Российской Федерации не имеет значения. Следующее ложное суждение — это суждение 9. При Петре I столице Российской империи был город Ленинград. Ну, разумеется, город Ленинград стал называться таким образом после революции 1917 года. Его сначала переименовали из Санкт-Петербурга в Петроград, уже затем в Ленинград. И, собственно, Санкт-Петербург, который на сегодняшний день называется так, как он назывался при Петре I, был столицей Российской империи, вернул свое наименование только после распада Советского Союза. Но Петр I не знал, что Ленинград в какой-то период своего существования будет Ленинград. Конституция Российской Федерации вступила в силу 12 декабря 1993 года. Это суждение является также ложным, потому что 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации не вступила в силу, а была принята. Да, и эти два процесса, эти моменты по отношению к законам, которые мы всегда изучаем, их нужно между собой разграничивать. Есть понятие принятия федерального закона, федерального конституционного закона Конституции Российской Федерации, в общем-то, есть понятие принятия нормативного права акта, есть понятие вступления в силу. И обычно эти два момента принятия и вступления в силу, ну не момента, а дня, сказать корректнее, да, эти две даты, они имеют некоторый промежуток между собой. Редко нормативно-правовые акты могут вступать в силу с момента их принятия. Но в основном принятие нормативно-правовых актов не предполагает одномоментного вступления в силу, как минимум предполагает прошествие определенного периода, их публикации, да, промульгации со стороны президента, если речь идет о федеральных законах. Вот, порой даже для того, чтобы вступить в силу, должен наступить, как в налоговом законодательстве, новый налоговый период или, да, финансовый год. Но, в общем, Конституция Российской Федерации однозначно вступила в силу не 12 декабря 1993 года. И это был блок по установлению истинности или ложности суждений. Следующее задание, да, и несколько предложений, которые имеют место в нем, это задание на заполнение пропусков. Сразу следует отметить, что участникам были предложены, не были предложены, в отличие от более младших участников, варианты ответов. То есть в данном случае участники 7-8 классов, в отличие от участников 5-6 классов, должны были сами внести верный вариант ответов. Надо сказать, что данное задание засчитывалось только по критериям и не предполагало никакого отклонения от эталонных вариантов ответов. А что же является верными вариантами в данных случаях? Гражданин меняет паспорт гражданина Российской Федерации через 6 лет после получения паспорта в 14 лет. Это, опять же, относится к тем заданиям, которые решаются в два действия. Сначала необходимо было участникам вспомнить, в каком возрасте гражданин Российской Федерации меняет паспорт. Затем уже произвести несложные математические расчеты и вычести из 20-14, что, собственно, являлось правильным ответом. Следующее предложение предполагает описание термина к данной дефиниции. Здесь изложен термин «односторонние сделки», в которой содержится воля гражданина относительно имущества на случай смерти. Речь идет о завещании. Односторонний выход субъекта из состава Федерации называется сицессией. Обязательному медицинскому осмотру предустройств подлежат лица, не достигшие 18 лет. То есть для несовершеннолетних медицинский осмотр является обязательным. Однако следует понимать, что не только для них, для несовершеннолетних граждан медосмотр обязательен. Но если мы говорим о возрасте, то мы говорим исключительно о 18 годах. Ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, который проходит военную службу по контракту. Это задание отсылает нас к сведениям Уголовного кодекса Российской Федерации, предполагают знания участниками видов наказаний и того, каким субъектам уголовно-правового характера применяются те или иные виды наказаний. Следующее задание касается принципа вины в уголовном праве, который обозначает, что объективное обвинение, то есть обвинение без доказательства вины, не допускается. Представители недееспособных в силу закона — это опекуны. Как известно, опекуны у нас представляют как недееспособных лиц, так и несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет. Соответственно, не следовало путать, как это часто было в вариантах ответов у участников Олимпиады, опекунов с попечителями. Это два разных субъекта. И последнее предложение здесь — это, опять же, необходимость написать термин к дефиниции. Безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции завершения преступления — это конфискация. Таким образом, участники могли получить 2 балла за каждый из 8 предложенных пропусков. В совокупности за данное задание не более 16 баллов. На слайде вы можете увидеть верные ответы и, соответственно, критерии их оценивания. Что касается заданий 15 и 16, которые мы пропустили, в 15-м задании мы предложили участникам уже классический для Всероссийской Олимпиады школьников по праву в городе Москве на школьном и муниципальном этапе тип заданий «Дошифровщик». Такие задания встречались и в предыдущих годах. Мы рекомендуем всегда участникам Олимпиады ознакомиться с заданиями прошлых лет, которые размещены на сайте ВОЗ Олимпиада.ру, с тем, чтобы посмотреть, какие же форматы встречались в предыдущие учебные периоды, поскольку часто эти форматы повторяются, в том числе и то же самое произошло с заданием «Дошифровщик». Оно не является каким-то новым типом и предполагает просто необходимость расшифровать заданные термины. И 16-е задание также, я думаю, что не требует каких-то дополнительных комментариев, необходимо было выбрать правильный ответ ударения. Орфоэпическое задание, которое традиционно встречается, опять же, во Всероссийской Олимпиаде на первых двух этапах, задание, граничащее с русским языком. Такие задания на междисциплинарное установление являются достаточно частыми. Семьи и восьмиклассникам были предложены термины гражданства, корыстия и термин из семейного права сирота. Что касается задания 17 по выбору одного лишнего элемента, самой уже подсказкой к решению данного задания было выделение составителями заданий того, по какому принципу сгруппированы те или иные элементы в их совокупности. Виды толкования права по объему — это буквальное толкование, которое предполагает объем действительный, ограничительное, которое предлагает сузить объем, или расширительное, которое предлагает этот объем расширить, сделать больше, растолковать норму шире, чем она изложена в том или ином нормативно-правовом акте. Теологическое толкование обозначает целевое толкование и не относится к видам толкования по объему. Следующие термины были сгруппированы по органам по регулированию коллективного трудового спора. Но здесь все достаточно просто. Суд не является органом урегулирования коллективного трудового спора, поскольку он может этот спор разрешить, но не урегулировать. То есть суд вступает в деятельность по разрешению коллективного трудового спора, тогда, когда его урегулирование уже невозможно. И последняя группа государств, которая здесь была предложена, это те государства, в которые может гражданин Российской Федерации въехать без получения дополнительной въездной визы. К этим государствам относятся страны бывшего Советского Союза, современные независимые государства, члены СНГ, Евразийского экономического сообщества. К ним относятся Беларусь, Армения, Азербайджан, Израиль, который не связан с Российской Федерацией какими-то процессами вроде советского соседства, но тем не менее с Израилем у Российской Федерации установлены правоотношения по безвизовому режиму, соответственно, тоже гражданам Российской Федерации виза не требуется. А вот Швейцарская конфедерация требует для граждан Российской Федерации въездной визы, при этом следует учитывать, что Швейцарская конфедерация не состоит в Европейском Союзе. Корректно понимать, что европейская виза подходит для въезда на территорию Швейцарской конфедерации в силу определенных внутренних норм отношений внутри европейского пространства. Но при этом Швейцарская конфедерация, важно, не является членом Евросоюза, не на этом основании требуется россиянам въездная виза в данное государство. Мы рассмотрели с вами все задания, которые были предложены участникам Всероссийской Олимпиады на школьном этапе в 2022-2023 учебном году. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok